Всем привет! Сегодня я снимаю очень типичное видео для своего канала. Это личное видео, 10 фактов обо мне. Я, в принципе, закрытый человек, поэтому я особо не распространяюсь о каких-то личных моментах незнакомым людям. Да и, в принципе, меня всегда останавливает мысль, кому это вообще интересно, кому это надо. Но мне хочется стать как-то чуть ближе для вас, чтобы вы меня хоть немножко лучше узнали, узнали о каких-то моих постыдных секретах из моего прошлого, посмеялись вместе со мной с этого. Надеюсь, что у меня получится хоть немножко стать для вас ближе. Первое, что мне пришло в голову, это то, что у меня проколот пупок. Правда, я не ношу сережку уже года 4-5, но тем не менее, дырка все равно осталась. И в этом всем примечательен не сам факт того, что у меня проколот пупок, а то, как он был проколот, потому что мне его проколола знакомая за школой на курилке самостоятельно. То есть вы уже имеете представление, каким я была подростком. Следующее, это то, что я жутко-жутко боялась собак. Сейчас уже как-то чуть меньше, потому что у моей подруги ротвейлеры, мне пришлось выбирать либо сидеть дома и грустить, либо ходить к ней в гости, пересиливая страх. И пытаюсь с этим ротвейлером подружиться. И скажу, похвастаюсь, у меня получилось. Но совсем недавно я до жути боялась, причем как таких вот маленьких шавочек, так и огромнейших собак, понятное дело. Если я видела какого-то дога или там даже лабрадора, какую-то большую собаку, я обходила окольными путями ее, лишь бы рядом с ней не проходить. Мне было не жалко убить полчаса времени на то, чтобы обходить просто эту собаку через весь Киев, но я рядом с ней очень боялась пройти. Вот есть люди, которые боятся пауков, высоты, темноты. Вот я жутко-жутко боялась собак. И, кстати, я очень боюсь громких звуков. В детстве я ненавидела всякие детские утренние праздники, потому что там было много шариков. И какие-то сумасшедшие, бешеные, странные, непонятные дети почему-то постоянно на них прыгали и лопали. Я не знаю, откуда такое стремление и желание лопать шарики в детях, но я этого жутко боялась. И когда я, допустим, смотрю фильмы ужасов, и, допустим, когда я смотрю фильмы ужасов, для меня самое страшное, не куча кровищей или там, что на экране происходит, для меня самое страшное, это когда резко кто-то выпрыгивает. И вот этот громкий звук, с которым кто-то резко выпрыгивает, меня очень жестко пугает, передергивает. Поэтому я чаще всего смотрю ужастики с закрытыми ушами. Я их либо музыку включаю себе, либо просто затыкаю уши на каких-то моментах, в которых я знаю, что это может выпрыгнуть. Вот такие вот у меня странные страхи. Я огромнейший любитель, поклонник дождя. Я недавно нашла картинку, что вот даже есть какое-то название этих людей, которые обожают дождь. Но я дождь просто обожаю, наверное, такие вот моменты, когда идет дождь, я чувствую такое самое большое, самое настоящее счастье. Причем больше всего мне нравится именно звук дождя, когда он идет либо там по подоконнику, либо по стеклу, там, если ездишь в машине, либо по крыше. Например, в этой квартире, в которой я живу, нет вот этих наружных подоконников железных, как они называются, я не знаю, по которым очень с таким приятным звуком идет дождь, когда он идет. И для меня это настоящее мучение. Больше всего я люблю по дождь ездить в машине и слушать какую-то приятную музыку. Вот тогда я вообще самый счастливый человек на свете. Я терпеть не могу русский рэп. Меня просто типает, передергивает, у меня дергается глаз, меня все перекручивает, перекривливает, когда рядом со мной кто-то слушает русский рэп. Поэтому вот у меня такое к нему прям жестко категоричное отношение. Причем, что в 10-11 классе я слушала только русский рэп. Сейчас для меня это просто что-то невыносимое, я его терпеть не могу. Кстати, о позорных и стыдных вещах в школе я была эмо в 8-9 классе. Вообще, фактически я была не эмо, я была ска. Это люди, которые любят черно-белый цвет и носят всю одежду в черно-белые квадратики. Без комментариев. Я огромный фанат компьютерной игры Герой Меча и Магии 3. Это все началось еще с самого детства, когда мне было лет 5, и папа играл в эту игру. Я смотрела, ничего не понимала, но мне жутко нравилось то, что я видела. Потом я уже подросла, начала играть сама. И вот через пока что всю жизнь проношу эту любовь к этой игре. Правда, сейчас я уже не играю, все-таки это довольно много времени занимает. Я лучше почитаю книгу или там какой-то сериал посмотрю. Но я очень люблю смотреть стримы сейчас. Смотреть, кто-то другой играет. Вот, например, больше всего я люблю стримы Творыны. Это наш украинский геройщик, живет в Киеве. Вот мне очень нравится смотреть, как он играет героев. Так что вот такой вот интересный факт. У меня, видимо, какое-то такое строение мозга, что я совершенно не запоминаю вот просто информацию, которую надо заучить. Я запоминаю что-то то, что логически можно объяснить. Какие-то математические формулы или какие-то правила языковые. Вот мне гораздо проще запомнить 10 математических формул и под них подставлять разные примеры и решать всякие задачи, чем запомнить 10 исторических дат. Допустим, историю я учила три раза. В школе, потом, когда готовилась к ЗНО и в университете. Я не знаю об истории ничего, вот совсем. Эта тема для меня просто темный лес. Я из тех людей, которых, если спросишь, когда началась Вторая мировая война, он будет 10 раз думать, 4 раза гуглить и перепроверять, правильно ли он все знает или нет. Это я, конечно, утрирую, просто хочу показать, насколько у меня дремучее познание в истории. Вот подобную информацию, тем более, которая мне неинтересна, я не запоминаю вот никак. Я могу это заучить, и через 5 минут оно у меня вылетит из головы, и я ничего с этим поделать не могу. Поэтому у меня были проблемы и с биологией в школе, и с историей, и вот с чем-то еще подобным каким-то уроком, дисциплиной. У меня аллергия на книжную пыль. Вообще, аллергия у меня была 2 года, и я не могла понять, на что она, но вот совсем недавно я выяснила, что все-таки это, наверное, на книге, потому что, допустим, здесь, сейчас, в Минске, где у меня совсем мало книг с собой, у меня нет аллергии. Когда я жила в Швеции, у меня тоже не было аллергии. Но когда я приезжаю домой, у меня сразу же начинают чесаться глаза, слезиться глаза, чесаться нос, насморк, чихаю жутко, и начинаю сходить из-за этого с ума. Это очень иронично, да, и очень трагично, потому что мы, как Ромео и Жульетта, с моей библиотекой, хотим быть вместе круглыми сутками, но обстоятельства против. Я очень люблю постфуд. Вообще у меня нету какого-то там прям привыкания к чему-либо. Я, в принципе, достаточно легко могу себе во всем отказывать, но вот что касается еды, я не могу есть то, что мне невкусно. Вот хоть убей. Когда я ходила в спортзал и занималась спортом, понятное дело, результат бы достигался быстрее, если бы я еще и помимо этого всего следила за своим питанием. Но я не могу. Одно время я приучила себя есть овсянку по утрам, потому что это жутко полезно, и вообще овсянка это жизнь, это самое лучшее, что можно есть. Но потом, когда я отвыкла, все, я теперь опять не могу. То же самое распространяется и на все жутко полезные вещи, которые я нахожу ужасно невкусными. Я даже когда по утрам просыпаюсь и понимаю, что можно было бы сейчас есть овсянку, чтобы почувствовать себя здоровым, правильным человеком, у меня портится настроение настолько сильно, я не хочу есть эту овсянку. И последнее, наверное, что я вам расскажу, это такая моя детская мечта, которая сейчас осталась просто как такое забавное, милое напоминание. Но мне приятно, что все-таки я об этом когда-то мечтала, я об этом часто вспоминаю. Я в детстве очень сильно мечтала научиться играть на саксофоне. В принципе, это желание у меня и осталось, но я осознаю, что оно требует очень много времени, очень много желания. У меня его все-таки не так сейчас много, поэтому я просто себя тешу тем, что вот я когда-то об этом мечтала. Возможно, сыграло то, что я очень большой фанат Симпсонов, и в детстве я, наверное, хотела быть похожей на Лису, которая играет на саксофоне. Либо же то, что мой папа очень любил, и любит джаз, и постоянно его включал у меня в моем детстве. И я как-то, наверное, привыкла и полюбила саксофон. В общем, не знаю, но я очень люблю саксофон, очень люблю Джона Калтрейна. Это прям мой кумир. И в детстве мечтала научиться играть на саксофоне. Это все. Надеюсь, вам было хоть чуточку интересно. Надеюсь, вы хоть чуть-чуть стали ко мне ближе и чуть-чуть больше меня узнали. Спасибо большое за просмотр. Пока!